На прошлом уроке начали разбор шубухатов, которые приводят нововведенцы относительно Ахлястунного Джамаа и успели разобрать четыре первых примера. И сегодня разбираем пятый и шестой пример. Разбор его начнем и иншаллах будем стараться заканчивать его на следующем уроке, потому что разбор его длинный. Это слова Всевышнего Аллаха в Суре Аль-Хадид, в Суре Железа. Всевышний Аллах говорит, и Он с вами, где бы вы ни были. А также слова Всевышнего в Суре Аль-Муджадиле. И не больше этого, и не меньше этого, кроме как Он с вами, где бы вы ни были. То есть что сказали нововведенцы? Внешний и прямой смысл этих аятов, то что Всевышний Аллах находится с нами, своей сущностью, и Всевышний Аллах растворен среди своих творений. Валь-джаваб, ответный это какой? Аннал-калямы фигатыни л-айатыни хаккун, аля ха-кэкатихи вазагири. Человек Хусаймин говорит, ответный это такой, то что слова Всевышнего Аллаха в этих двух аятах являются истиной в их прямом смысле. Но что является прямым смыслом этих аятов? Человек Хусаймин говорит, да, мы принимаем эти аяты в прямом смысле, но что является прямым смыслом этих аятов? Халь-юкаль, правильно ли сказать, то что прямой смысл этих аятов? Аннал-лах та'аляма ахалкини ма'иятан тагтадыян и пуна мухталитан бигим, то что Всевышний Аллах субханаталя своими творениями, такой совместностью, который несет за собой смешение Всевышнего Аллаха с творениями, ау-халям фи-амкинатихим, или который несет за собой растворение Всевышнего Аллаха в местах, где живут люди. Так ли надо понимать прямой смысл этого аята? Ау-юкаль, или же правильно сказать, то что прямой смысл этих аятов? Аннал-лах та'аляма ахалкини, то что Всевышний Аллах субханаталя вместе со своими творениями, ма'иятан, такой совместностью, из которой вытекает то, что Всевышний Аллах субханаталя объемлет свои творения, знанием, то есть не сущностью своей, а знанием своим вместе с творениями, ва-кудратан и своей мощью, ва-сам'ан, ва-басаран, ва-тадбиран, а также слухом, зрением и управлением, ва-султаном и своей властью, ва-гэри-заликами-мин-ма'ани-рубуби-ятихи, а также другими смыслами, которые относятся к Господству Всевышнего Аллаха. Ма'аулюихи аль-аршихи ковка джимия халкии Вместе с тем, что своей сущностью он возвышен над троном и выше своих творений абсолютно всех. То есть, Шеха Аунасаймин говорит, как понимать этот аят? Что такое прямой смысл этого аята? То, что Всевышний Аллах со своими творениями имеет в виду растворен в творениях? Или имеет в виду со своими творениями, то есть слышит их, видит их, управляет ими, знает их и тому подобное. Так, вместе с тем, что своей сущностью он над троном и над своими творениями. Как понимать, первым смыслом или во втором смысле? Говорит, И без сомнения то, что первое мнение не подходит под контекст. Так, первое мнение о том, что Всевышний Аллах со своими творениями является неправильным, так как контекст этих аятов противоречит этому. Более того, контекст этих аятов не указывает на правильность первого мнения ни с какой стороны. Почему? Потому что совместность здесь, в этих аятах, приписана кому? Ко Всевышнему Аллаху. А он более велик и более возвышен от того, чтобы кто-то из его творений мог объять его. Мог объять Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах спонталля, что говорит? Так или нет? Вся земля полностью находится в его пригоршне, в судный день. В его пригоршне, в судный день вся земля вместе находится. То есть это о чем говорит? Что Всевышний Аллах спонталля? То, что земля вся со всеми творениями ничто по отношению ко Всевышнему Аллаху спонталля. Так или нет? Как же эта земля может объять или объемлить Всевышнего Аллаха? Говорит? И еще так же потому, что совместность в арабском языке, на котором был неспособлен Куран, не несет за собой в обязательном порядке смешение и перемешивание. Фильмакан в каком-либо одном месте. Но указывает всего лишь на что? На обычную совместность. А потом уже в каждом аяте истолковывается так, в зависимости от контекста этого аята. То есть, брат, смотри. Как, например, если ты скажешь человеку, ты свою жену развел или нет? А он говорит, нет, она со мной. Нет, она со мной, то есть что он имеет ввиду? Со мной, то есть, продолжает оставаться моей женой. Хотя может быть так, что он живет на западе, а она на востоке на данный момент. То есть, то, что она с ним, не означает, что она обязательно рядом, в одном месте находится с ним. Или если ты говоришь, как? Говоришь, терпи. И если ты будешь терпеть, ты будешь вместе с терпеливыми. Не означает, что ты вместе с ними в одной комнате находишься, если ты сам терпеливый. Вместе с ними, то есть, как в одном числе с ними. Понятно или нет? То есть, зачислен вместе с ними. И так далее. Видишь, это на что указывает то, что слово наа, вместе, то есть совместность в арабском языке, не несет за собой обязательного смешения в одном месте. Понятно? Или, допустим, ты говоришь, мы шли и луна с нами была. Луна всю дорогу шла с нами. Или была с нами. Это не указывает на то, что луна вместе с тобой по дороге шла. Так или нет? Но луна от тебя далеко, луна наверху, а ты внизу. Это на что указывает то, что понятие вместе с нами в арабском языке наа, совместность, не несет за собой обязательного результата какого? Смешения в одном местности. И соприкосновения. Все это не несет за собой совместность арабского языка. Дальше. Говорит. А истолкование совместности Всевышнего Аллаха с Его творениями таким образом, что Он растворен в творениях. И смешан с ними является ложным. Минучу. С нескольких сторон. Сейчас шейх имен Мусаймин будет приводить, почему такое понимание этого аята будет ложным и неправильным. Ад-ауэль, во-первых. Ану мухалифу ли иджма ассалях. Потому что такое понимание противоречит единогласному мнению праведных предков. Санафа старага ахадум минхум бизалик. Никто из праведных предков не сделал толкование этого аята таким образом, что раз Всевышний говорит, Он с вами где бы вы ни были. То есть Он вместе с нами в комнате здесь или в мечети здесь. В этой деревне Он вместе с нами и так далее. То есть никто такого истолкования этих аятов из праведных предков, из салифов не делал. Балькану мужми'ина аля инкарихи. Более того, они были единогласны в порицании и в отрицании такого понимания. Ассани, во-вторых. Во-вторых. Потому что такое понимание противоречит установленной возвышенности Всевышнего Аллаха над творениями. Которое устанавливано чем? Белькитабиус сунну валь-ақалу аль-фитрау айжма ассалях. Установлено Кураном и сунной, и разумом, и врожденным свойством людей, и единогласным мнением праведных предков. Говорит, а то, что противоречит тому, что установлено доводом, является ложным, теми же доводами, которыми установлено данное установление. Как понять? То есть смотри, у нас установлено то, что Всевышний Аллах возвышен над творениями или нет. Установлено. Чем установлено? Кураном, сунной, разумом, врожденным свойством людей, и чем? Единогласным мнением. Установлено, что Всевышний Аллах над творениями. Поэтому тот, который скажет, что Всевышний Аллах вместе с творениями, это его слово ложное. Какой довод? Говорит, довод, Куран, сунна, разум, врожденным свойством людей, и единогласное мнение. в котором установлено противоположное тому, что ты пытаешься установить. То есть довод на одно является доводом против противоположного в шариате. То есть месяц, если тебе скажут, какой у тебя довод, что Всевышний Аллах не с творениями, ты можешь сказать что? Кур'ан. Где Кур'ан говорит, что Всевышний Аллах не с творениями? Ты говоришь, Всевышний Аллах не говорит, что Аллах не с творениями, но Всевышний Аллах говорит, что Он возвышен над творениями. Отсюда берется, что твое установление, что Всевышний Аллах вместе с творениями перемешан с ними, является ложным. Говорит, Поэтому понимание того, что Всевышний Аллах с творениями, в том смысле, что Он растворен среди них, или находится вместе с ними в двух местах, Баклен является ложным на основании чего? На основании Кур'ана, Сунны, разума, врожденного свойства, а также единогласного мнения. Это понятно или нет? Остались третий довод на ложность такого понимания. То, что такое понимание, из него вытекают различные ложные выводы, которые негодятся относительно Всевышнего Аллаха. Какой, например, ложный вывод? Потому что если скажешь, что Всевышний Аллах растворен в своих творениях, то получится, что этот столб, это и есть Аллах. Этот туалет построенный, это и есть Аллах. Это животное, например, собака или свинья, это и есть Аллах. Если мы скажем, что Аллах растворен в творениях. А если мы скажем, что Аллах везде, вместе с Его творениями, даже если Он не растворен среди них, то что получается? Какой ложный вывод? Что Всевышний Аллах, например, в туалете, Всевышний Аллах спонатально в унитазе и тому подобные ложные выводы. Правильно или нет? Если мы говорим «Аллах везде», значит, Он также в тех местах, которые являются местами нечистот и тому подобное. А раз эти ложные выводы являются ложными, значит, та основа, на которой построены эти ложные выводы, тоже является какой ложный? Вот с этих трех сторон понимание этих аятов является ложным, является неправильным. И невозможно, чтобы тот, который познал Всевышнего Аллаха и познал его должным образом, и к тому же узнал, что означает совместность в арабском языке, на котором был неспособлен Кур'ан. Невозможно, чтобы такой человек сказал, что правильное понимание совместности Всевышнего Аллаха с его творениями, «Несет за собой то, что Всевышний Аллах смешан с творениями», или то, что Он растворен среди них, или в них, «Не говоря уже о том, что это обязательно вытекает из этих аятов». «И не скажет этого никто, кроме неграмотный человек относительно арабского языка», а также человек, «Джагиль невежда относительно величия Всевышнего Аллаха с Упаном Атаром». «А раз мы поняли, что это мнение является ложным, отсюда вытекает то, что правильным является второе понимание этого аятов». «А что это за второе понимание?» То, что Всевышний Аллах вместе с его творениями, такой совместностью, «Тақтадыян иконам ухейтан бигим», за которым выходит вывод о том, что Всевышний Аллах с творениями, «Ильман, ва кудратан, ва самануа басаран, своим знанием и своей мощью, своим слухом и своим зрением, ва тадбиран, ва султанан, а также своим управлением и своей властью, а также другими вещами, которые вытекают из Господства Всевышнего Аллаха, вместе с тем, что Всевышний Аллах, находится что? Возвышен над троном и возвышен над всеми его творениями». Фаид, на данный момент пришли к чему? Значит, то, что прочитали сейчас выше. То, что нововведенцы приводят эти два аята. «Он с вами, где бы вы ни были». Правильно или нет? И из этих аятов берут что? Что Всевышний Аллах спонаталя вместе с творениями везде. Либо он растворен в них, либо он рядом с ними, там, где они находятся. И Шейх ибнус Аймин сказал то, что это не является прямым смыслом этих аятов. И сказал то, что этот аят можно понять так, а можно понять по-второму. То, что Всевышний Аллах спонаталя вместе с творениями, своим знанием, слухом, то есть он их видит, он их слышит, где бы они ни были, он знает о них, где бы они ни были, он мощен над ними, он управляет ими, где бы они ни были, и так далее. И затем привел три довода, три аргументации на то, что первое понимание является неправильным. То, что Всевышний Аллах растворил в своих творениях, или находится вместе с ними, является неправильным. Так, находится вместе с ними, имеется в виду своей сущности. Все это является неправильным. Говорит, Что касается второго понимания, то, что Всевышнего востворениями, чем? Своим знанием, слухом, зрением и так далее. Это понимание является правильным, без сомнений. Почему? Потому что эти два аята являются истиной. А прямой смысл или внешний смысл истины является истиной. И невозможно, чтобы прямой внешний смысл Курана был ложным ни в коем случае. Говорит Ивна Таймия, совместность Всевышнего Аллаха, постановление ее различается в зависимости от того, в каком контексте приходит эта совместность. Он знает то, что входит в землю и то, что выходит из земли. И дальше продолжает аят все относительно знания. И знает то, и знает это, и знает то, и знает это. А потом в конце говорит, и он также с вами, где бы вы ни были. Он с вами, где бы вы ни были. Прямой смысл этого аята указывает на что? То, что смысл этой совместности указывает на то, что он видит вас. Так, наблюдая за вами и знает о вас. Раз Всевышний начал аят с этого, потому что он знает то, что входит в землю, то, что выходит из него. Он знает то, и в конце говорит, и так же он с вами, где бы вы ни были. То есть знает о вас так же и видит вас так же и так далее. И это и есть смысл слов праведных предков. То, что Всевышний Аллах с людьми или с творениями имеется в виду своим знанием. Поэтому что? Здесь от себя добавим то, что сказал имам Ат-Тирмиди в своем суннане. 5-й том, 404-я страница. Так, это просто что? Запишите, где это сказано, а сами слова просто прочитаем, переведем. Имам Ат-Тирмиди в своем суннане, 5-й том, 404-я страница. Говорит, что Всевышний Аллах над троном, так как он написан этим в своей книге. То есть в своем Коране Всевышний Аллах описал себя тем, что он над троном. Говорит, что его знание, его мощь и его владение в каждом месте. Везде. Так же сказал Абу-Зура Ар-Рази. Абу-Зура Ар-Рази, как его слова переданы в книге Ищема Аджуиш Аль-Исламия. Ищема Аджуиш Аль-Исламия, страница 234. Абу-Зура Ар-Рази сказал, То есть если кто-то скажет, что сам Всевышний Аллах сущностью, с творениями, то этот человек проклятый. Понятно, нет? На нем проклятый Аллах, потому что Всевышний Аллах в своей существе над троном. А с творениями он своим знанием, своим видением, своим зрением, слухом и так далее. И это и есть внешний прямой смысл слов Всевышнего Аллаха с вами, где бы вы ни были. И даже если разговаривают трое, не бывает так, кроме как Всевышний Аллах является четвертым. То есть своим слухом, зрением, видением и так далее. Илан-Кавлихи до того, как Всевышний сказал, В любом случае он с ними, где бы они ни были. И видишь, сказал, говорит, пророк, когда они были в пещере, и когда за ними гнались кто? Многобожники. И Абу Бакр сказал, если один из них посмотрит под свои ноги, он увидит нас. Пророк, что ему сказал? Не грусти, поясни Всевышний Аллах с нами. Это тоже нужно понимать в прямом смысле. И контекст аяту указывает на то, что что за совместность здесь имеется в виду? Совместность и тила, то есть то, что Всевышний нас видит, и Он нам поможет, и Он нас поддержит. То есть не печалься, не бойся. Всевышний Аллах с нами. Что значит с нами? Что хотел сказать пророк Салавасан, Всевышний с нами? То есть с нами сидит здесь в пещере? Или что он хотел сказать? С нами, то есть Он нас видит, слышит и все контролирует. Ты не бойся. Всевышний Аллах поможет нам и поддержит нас против этих многобожников. Почему, брат, так надо понимать? Потому что, смотри, если бы Всевышний Аллах был бы везде, то не было бы смысла пророку Салавасан в этой ситуации говорить, что не бойся, Аллах с нами. Потому что Аллах в этом случае был бы не только с ними, но и с многобожниками, и со всеми людьми. Так или нет? Какой тогда смысл говорить, не бойся, Аллах с нами? Отсюда ты понимаешь, что не имеется в виду Аллах с нами, в смысле, что везде, везде своими творениями. Так как этого было бы недостаточно, чтобы успокоить Абубакра Равилан. Абубакр бы что сказал? Я знаю, что Аллах с нами. Аллах не только с нами, но и с многобожниками. Он везде. То есть чем ты меня успокаиваешь в данном случае? В том-то и дело, что пророк Салавасан успокоил его чем? Что ты не бойся, Аллах с нами, имеется в виду. Аллах спонтально поддержит нас, не поможет нам и не оставит нас без помощи и поддержки. Лишь Чеху Лисану Митаймия, для чего привел этот пример? Чтобы показать, что совместность в Куране и в Сунни несет свой прямой смысл в разных местах, разный. В зависимости от чего, от контекста. Помните, мы это говорили? То, что прямой смысл предложения или слова может меняться в зависимости от контекста, от приписывания, а также от чего? От расположения слов предложения. Здесь мы почему говорим, меняется прямой смысл, в зависимости от контекста. Сумма-каль, затем сказал Шейху Лисану Митаймия, Говорит, слово совместность используется в Куране и в Сунни сразу в нескольких местах. Говорит, в каждом месте несет свой смысл. Такой, который он не несет в другом месте. Понятно, в одном смысле одно значение несет, в другом смысле другое значение несет и так далее. То есть, иногда в Майе совместность бывает Амма, общая. То есть, Всевышний Аллах со всеми своими творениями. В общем. Не только с верующими, но и с неверующими. Так? В каком смысле? То есть, своим знанием, зрением, чем? Управлением, могуществом и тому подобное. Всевышний Аллах управляет всеми. Не только верующими или неверующими. А иногда Майя бывает какая? Хаса. Частная. То есть, Всевышний Аллах своими творениями. То есть, с верующими. Поддерживает их, помогает им и тому подобное. Вот теперь, дальше придут слова Ширху Руслану Тайме, немного сложные. Но мы, иншаллах, попробуем разъяснить так, что вам станет понятно. Смотри. Иногда говорит слово Майя, совместность. То есть, смотри, приходит в разных листах в Куране. Иногда говорит Тахталифу Даляля Туга. То есть, смысл бывает разный, в зависимости от контекста. От контекста. То есть, Ширху Руслану Тайме, что хочешь сказать. И один смысл не похож на второй смысл вообще абсолютно. Вот смотри, как это понять. Допустим, как мы это говорили. В Куране есть группа слов, которая несет в себе сразу несколько смыслов. Помните или нет? Как, например, сказали слово Айн. Слово Айн приходит в Куране и в Сунни, а также в арабском языке. И при этом может нести несколько смыслов. Айн какие смыслы несет в арабском языке? Например, глаз. Слово глаз можно определить каким словом Айн. Или источник воды. Что ручей. Про него говорят Айн. Или, допустим, что болезнь. Сглаз. Сглаз тоже называется Айн. Теперь вопрос. Это одно слово или нет? Одно слово, которое состоит из трех букв. Айн, Я, Нун. Но несет, смотри, абсолютно разные смыслы. И между этими смыслами хоть какая-либо схожесть есть или нет, вообще никакой схожести нет. То есть одно дело сглаз, болезнь. А другое дело источник воды. То есть это вообще не похоже на это. То есть, что говорит? Иногда говорит, в Куране приходит слово, одно слово, но несет в разных местах разные смыслы. Вместе с тем, что эти смыслы вообще не похожи друг на друга даже в основе. Даже в основе. Вот это пока поняли или нет? И теперь дальше. Смотри, говорит. Ау. А иногда бывает как? Кадуллю ала кадрин муштарак. Указывает на какой-то общий смысл между разными смыслами. Бэйнаджами'а маваригига. Вишь? В разных контекстах. Ва инимтаза куллю мове бихаасия. Вместе с тем, что каждый смысл отличается от второго смысла чем-либо. Как это понять? То есть, допустим, как мы говорим. Смотри. Всевышний Аллах Субанаталя описал себя чем? Что он слышащий и видящий. Сказал. И он слышащий и видящий. И про человека тоже сказал. И мы сделали его слышащим и видящим. Слово одно или нет? Сами. Слышащий. И этот слышащий, и этот слышащий. И Всевышний Аллах Субанаталя слышащий, и творение слышащий. Теперь вопрос. Слово одно. Теперь вопрос. Их смысл? Между смыслами этих двух слов есть что-то общее или вообще ничего общего нет? Есть что-то общее, то есть общее что? Что и первый, и второй обладают слухом. То есть, что такое слух, общий смысл которой? То есть, и Всевышний Аллах, и Творение слышат то, что можно услышать. Понятно ли? То, что возможно услышать, и Всевышний Аллах, и Творение слышат. Но каждый из этих слухов отличается друг от друга или нет? Отличается. То есть, слух Всевышнего Аллаха не такой, как слух Творения. Вместе с тем, что они равны в общем, в основном смысле. Видишь? Теперь смотри, вывод того, что мы прочитали со слов Шейхов Истанима Тайми. Что он хочет сказать? Говорит в Буране и в Сунне, а также в арабском языке, бывает слово несет несколько смыслов. Иногда бывает такое слово, так что между этими смыслами нет вообще никакой сложности. Как мы сказали слово Айн. Слово Айн. А иногда бывает такое слово, которое несет несколько смыслов, но вместе с этим их объединяет какой-то общий смысл. Так вот, теперь вопрос. Атрибуты Всевышнего Аллаха из первой категории или из второй категории? Из второй категории. Относительно этого есть разногласия. И Шейхов Истанима Тайми приходит к выводу и доказывает, что атрибуты Всевышнего Аллаха из второй категории. То, что этими атрибутами может описываться творение, вместе с тем, что между этими двумя смыслами есть общий смысл. Схожий, который объединяет два этих смысла. Но вместе с этим каждый смысл отличается от второго, чем-либо своим. Чем-либо своим отдельным. Так вот, говорит, Но в любом случае, как бы мы не поняли, В обоих случаях, слово Маия, совместность в Куране и Сунне, Даже если мы скажем так или так, Оно несет за собой то, что сущность Всевышнего Господа, Мухталита бельхан, смешана с творениями. Хатта юкаль, так, чтобы мы могли сказать, То, что мы должны понимать эти аяты в непрямом смысле. То есть, говорит Маия. Маия бывает у Аллаха Маия или нет? У Всевышнего Аллаха. Бывает. У людей бывает Маия или нет? Бывает. То есть, бывает так, что человек находится совместно с кем-либо другим. Бывает так. Иногда, брат, что говорит правитель? Говорит своему войску. Идите туда-то, воюйте с теми и знайте, что я с вами. Вместе с тем, что он сидит в своем дворце, с ними не едет. То есть, это что? Маия или нет? Совместность. Но совместность кого? Творений. Совместность творений. А также есть совместность Всевышнего Аллаха. Говорит, эту совместность мы можем понять как? Совместность творений и Всевышнего Аллаха. так, что между ними вообще нет ничего схожего. А можем понять то, что в основном смысле одна совместность похожа на вторую совместность. Говорит, как бы мы не поняли и в этом случае. И в этом случае совместность Всевышнего Аллаха не несет за собой то, что Всевышний смешан с творением. Дальше поехали. Говорит, И также указывает на то, что из того, что сущность Всевышнего Аллаха, из того, что Всевышний Аллах говорит о совместности со своими творениями, не вытекает то, что он смешан с творениями. На что это указывает? То, что Всевышний Аллах упомянул свою совместность в аяте суры Аль-Муджадиля. بَيْنَذِكْرْ عُمُنْ عِلْمِهِ كِعَوَلِ الْآيَوَ اٰهِلَى Вместе с тем, что в начале и в конце упомянул о знании. То есть смотри, Всевышний Аллах упомянул о своей совместности в аяте суры Аль-Муджадиля. Причем в начале аята он говорит о знании своем. В конце аята он опять подводит итог относительно своего знания. Правильно ли? А посередине упоминает о чем? Посередине аята о том, что он вместе с творением. Отсюда говорит прямой смысл аята какой? То, что вместе со своими творениями имеется в виду своим знанием. Смотри, говорит Алян Тара. Разве ты не видишь? Анна ла яглему мафиса ма ла ки ва ма ки л арт То, что Всевышний знает то, что на небесах и то, что на земле Смотри, аят начал с чего? С утверждением своего знания Дальше говорит Не бывает беседы троих кроме как он четвертый Теперь перешел на что? На совместность Перешел на утверждение совместности И не бывает беседы пятерых кроме как он шестой И не меньше этого, и не больше этого Кроме как он с вами, где бы вы ни были или с ними, где бы они ни были Смотри А потом он соорчит им То, что они делали в судный день Потому что Всевышний Аллах всякую вещь знает Видишь? Начал со знания аят Закончил чем аят? Знанием А посередине упомянул совместность И видишь? После того, как упомянул о совместности В конце сам же сказал Пояснял Аллах знает о всякой вещи И поэтому он сообщит им о том, что они там беседовали Когда были трое или пятеро Почему? Потому что он всякую вещь знает И он знал, был вместе с ними и с их Его знанием И знал то, что они говорили И сообщит им в судный день, что они там Подговаривали Поэтому, то есть Шейх ибнус Аймин, брат, что тебе все хочет упорно доказать? Что прямой смысл этих аятов Указывает на то, что Всевышний Аллах с нами То есть знанием Это прямой смысл аятов Потому что Всевышний начинает аят со знания И заканчивает аят с знанием Поэтому внешний смысл этого аята указывает на то, что Всевышний Аллах со своими творениями То есть знанием И то, что от него не скрывается ничего из их дел А не то, что он приславил он смешан с творениями А также это не означает, что Аллах с нами на земле Говорит, если же мы посмотрим аяты суры железа То упомянул Всевышний Аллах о своей совместности Вместе с тем, что перед этим упомянул, что он вознесся на трон Смотри, сначала Всевышний заявляет, что он вознесся на трон А затем утверждает совместность Говорит, а также в начале аяту он утвердил обществ своего знания И еще к тому же упомянул, что он видящий Видит то, что делают рабы Смотри, смотри, этот аят Видишь, нововведенцы приводят только отрывок из аята Он с вами где бы он ни был Иахи, приведи весь аят в начале и конце Чтобы мы увидели прямой смысл аята какой А не просто отрывок Почему, брат? Потому что прямой смысл фразы, слова или выражения Зависит от контекста, в котором он приходит Поэтому контекст необходимо приводить полностью Вот тебе полный аят, смотри, говорит Он тот, который создал небеса и землю за 6 дней Смотри Затем вознесся на трон Что ты отсюда понимаешь? Что Всевышний Аллах своей сущностью вознется над троном Так или нет? Говорит С тому же он знает то, что входит в землю И то, что выходит из земли И то, что не спосылается с неба И то, что, наоборот, восходит к небесам И он с вами где бы вы ни были Смотри И Аллах видит то, что вы делаете Начал с того, что он вознесся над троном Потом указал, что он все знает Потом указал, что он вместе с творениями А как понять вместе с творениями? Он видит все, что вы делаете Он видит все, что вы делаете Этим закончил аят Говорит И поэтому прямой смысл этого аята Какой? То, что он вместе с рабами, своим знанием И видит то, что они делают Вместе с тем, что он возвышен и вознесен над троном А не то, что он приславлен Смешанстворениями И также не то, что он вместе с ними на земле А иначе конец аята противоречил бы началу аята Ведь в начале аята приходит то, что Всевышний Аллах Вознесен и возвышен над своим троном А раз это стало понятно Мы поняли То, что смысл какой То, что Всевышний Аллах с его творениями То, что он знает Это положение И слышит их слова И видит их действия И управляет их делами Оживляет и умерщвляет Кого-то обогащает, а кого-то делает бедным И дает власть кому пожелает И отбирает власть у кого пожелает И возвеличивает кого пожелает И унижает кого пожелает А также другие деяния Которые вытекают из Господства Всевышнего Аллаха И совершенства его власти Ничто из его творений не способно скрыться от него А тот, который столь возвышен О нем говорится, что он действительно вместе с своими творениями Вместе с тем, что он вознесен над троном от творений Здесь, брат, необходимо понять Что относительно совместности Всевышнего Аллаха Есть три мазгаба Некоторые сказали Имеется в виду, что Аллах везде Смешан с творениями и растворен в них Другие сказали Всевышний Аллах спонаталя Над троном И не на земле И не на земле Есть еще третье мнение Сказали, что Всевышний Аллах И над троном, и на земле Своей сущностью везде И над троном, и на земле Есть еще такие А есть еще такие Как бы про первых сказали что Всевышний Аллах растворен своими творениями, но вместе с тем, что Он не на тронах. Это Джахмидцы, как говорят. Всевышний Аллах на земле, а не наверху. Они говорят, Он на земле, но не наверху. А Алисуна, как говорит, Он на тронах и не на земле. А еще есть нововведенцы из суфи, которые говорят, что Всевышний Аллах и на тронах, и на земле. Понятно ли, нет? Попытались таким образом объединить этот аят. Сказать, Он и на тронах, и на земле. Понятно. А Алисуна что говорит? Нет, своей сущностью он над троном, но на земле он своим знанием, своей мудростью, своей мощью, своим зрением и так далее. Но не своей сущностью. Говорит шейху-ли-ислам ибну таймия в Акида Аль-Васатия. Свои Акида Аль-Васатия, 3 том, 142 страница из Мажмул-Фатава. Говорит в Сифасу-ли-калам Аля-ль-Магия, разговаривая о совместностях. Сказал, И все эти слова, которые упомянул священный Аллах, то, что он над троном и то, что он с нами вместе, это истина, и необходимо понимать это в прямом смысле. Не нуждается в искажении. Но нужно оберегать это понимание от разных неправильных пониманий. То есть нужно понимать в прямом смысле и оберегать эти аяты от ложного понимания этих смыслов. И так же он сказал Фатву-Аль-Хамавия, 5 том, 1203 из Мажмул-Фатава. Говорит, И общее слово относительно этого, То, что Кур'ан и Сунна из них вытекают в совершенство прямого пути и света. Для тех, которые поразмышляют над книгой Аллах и Сунной Пророка, И он будет стремиться найти истину. И отвернется от того, чтобы искажать слова Всевышнего Аллаха с их прямого смысла. И отвернется от того, чтобы проявлять различные отклонения относительно имен Всевышнего Аллаха и его знамений. И пусть никто не думает, что одни аяты противоположны другим аятам никогда. То есть никогда пусть такого не думает. Одни аяты никогда не противоречат другим аятам. Всегда их нужно понимать в совокупности. Как на примере все скажут говорящие. Некоторые говорят, то, что Всевышний Аллах в Кур'ане и Сунне говорит, что он на трону, Это противоречит словам Аллаха, он с вами. Некоторые так говорят. Здесь говорят, что он на трону, а здесь говорят, что он с вами. Это одно другому противоречит. Мы, Гористо, должны знать, что никогда один аят не противоречит второму. Потому что Всевышний что сказал? Если бы этот Кур'ан был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Это говорит о том, что в Куране нет противоречий. Когда один из вас встает на намаз, то Всевышний Аллах перед его лицом. Это не означает, что Всевышний стоит прямо перед тобой. Так? Своей сущностью. И тому подобное. То есть, тому подобные слова, что один аят противоречит другому. Это является ошибкой. Ошибка в чем? Ошибка в заявлении тех, которые говорят, что один аят противоречит второму аяту. Говорит. А это потому, что Всевышний Аллах действительно с нами. То есть, имеется в виду зрением, слухами и так далее. И вместе с этим он над троном действительности. Как сам же Всевышний Аллах собрал между этими словами своих словах. Он тот, который создал небеса и землю за шесть дней. А затем вознесся над троном. Знает то, что входит в землю и выходит из нее. То, что не сходит с небесы. То, что восходит в небеса. Он с вами где бы вы ни были. И Аллах знает или видит то, что вы делаете. И Всевышний сообщил в этом аяте то, что он над троном. Также сообщил то, что он знает о всякой вещи. И сообщил о том, что он с нами где бы мы ни были. Как сказал пророк в хадисе, который называется хадис Аль-Ау-Аль. Ау-Аль это что? Горные козлы. То есть, этот хадис мы уже разбирали. Так или нет? Во время разбора одной из книг ранее. Говорит в Аллаху холху аль-Аршу ау-я'ля муманатум али. И Всевышний Аллах над троном. И знает то, на чем вы. Или то, что вы делаете. Но этот хадис мы говорили очень слабый. Приходится слово Аль-Абдаса ибн Абдул-Мукталиба. То есть, в шейху-лисламе этой мизии что хочет сказать? То, что одно другому не противоречит. Почему? Просто уже потому, что Аллах собрал между этими двумя вещами в Куране. Если бы одно противоречило другому, он бы не собрал этого в Куране. Потому что в Куране нет противоречия. Значит, мы должны понимать одно исходя из второго. Одно исходя из второго. Говорит. И знай, то, что разъяснение совместности Всевышнего Аллаха в его прямом смысле, как это подобает Всевышнему Аллаху, не противоречит тому, что установлено в Куране, что Всевышний вознесен над творениями своей сущностью. И он находится над троном. И это с трех сторон. Это можно разъяснить с трех сторон. Аль-Ауэль, во-первых, Во-первых, потому что Всевышний Аллах собрал между этими двумя аятами свои книги. Аль-Мубин, Аль-Муназзах, Ани-Танакуд. А его книга является явной, ясной, которая защищена от всякого противоречия. А то, что собрал Всевышний Аллах свои книги между двумя понятиями, невозможно, чтобы они идут другу противоречия. И всякая вещь в Куране, в которой тебе кажется, что есть противоречия, как тебе это показалось, то поразмышляй над этим внимательно. Пока тебе не станет ясно, как собрать между этими двумя аятами. Потому что Всевышний сказал Неужели они не поразмышляют над Кураном? То они нашли бы в нем много противоречий. То есть из этого аят что-то берешь? Что тебе может вначале показаться, что одно противоречит другому. Но если ты поразмышляешь, то оказывается, что одно не противоречит другому. Если же тебе это не станет ясно, то есть из-за малочисленности твоего знания, то следуй по дороге твердо утвердившихся знаниях, которые говорят, мы во все это уверовали, все это от нашего Господа. Отдай это дело тому, кто его не спасал. То есть Всевышнему Аллаху, то есть если ты не понимаешь. Он это знает. И знает то, что недостаток в твоих знаниях или в твоем понимании. А что касается Курана, то в нем нет никаких противоречий. Это первый довод. Почему одно не противоречит другому? Потому что в Куране нет никаких противоречий. Это первый довод. И на этот первый довод указывают слова Шейха Ислама и Блютаймии также. То есть в тех словах, которые мы приводили выше. Как он сказал, как собрал между этими двумя понятиями сам Всевышний Аллах. А также, как сказал Ибн Алкайм, как это приходит в книге Мухтасар Саваак и Мурсаля, который собрал Ибн Алмурсаля. Говорит Ибн Алкайм, когда приводит девятый пример. Относительно того, относительно чего люди сказали, что это Маджас. Нужно понимать не в прямом смысле. Говорит Ибн Алкайм. Сообщил Всевышний Аллах, что он своими творениями, вместе с тем, что он над троном. И он объединил эти две вещи. Как сказал Всевышний Аллах. Затем упомянул аят из суры Аль-Хадид. То есть Ибн Алкайм сейчас какой вопрос разбирает? Он разбирает вопрос, что Маджас это не действительно в Куране и в Сунне. Его нет. То есть понимание не в прямом смысле аятов в Куране является неправильным. Потом приводят примеры. Относительно некоторые аяты, относительно которых некоторые нововведенцы сказали, что их нужно понимать не в прямом смысле. И приводят вот этот тоже пример. Что некоторые сказали, что раз Всевышний объединил между тем, что он над троном и между тем, что он с творениями, значит нужно понимать одно из двух не в прямом, а в переносном смысле. Ибн Алкайм говорит, нет, все мы понимаем в прямом смысле. Но суть в том, что является прямым смыслом. Говорит Суммаккаль, потом сказал Шейху Исламу Ильдал-Каим, «Сообщил Всевышний Аллах то, что Он сотворил небеса и землю, и то, что Он вознесся на тронах, и то, что Он вместе с творениями, я убусеру амалихом, видеть их дела, мин фок арши», вместе с тем, что Он над троном. Как это пришло в хадисе, вот этом, «В Аллаху фокал арш, я раман тумалей, и Всевышний Аллах над троном, видеть то, что вы делаете». Его возвышенность не противоречит его совместности, а его совместность не делает ложным его возвышенность, но это и это является истиной. Это первый довод, он понятен или нет, в чем заключается, то, что Всевышний Аллах собрал между этими двумя аятами, между этими двумя понятиями в Коране. Если бы одно противоречило второму, то это было бы что неправильным. Аль-Ваджу Санни, второй довод. «Анна ха-кикат ма'на л-ма'ия, ла юна-кад аль-вулюл». То, что истинная сущность понятия совместность, никак не противоречит понятию возвышенности. Помните, как мы говорили, мы идем, а Луна с нами. Луна высоко или нет? Высоко. Но вместе с этим она с нами. То есть совместность Луны с нами не противоречит тому, что она высоко. Говорит, «Палишти ма абейнухума мумкин, лихаттель махлюб». Собрать между этими двумя понятиями можно даже относительно творений. Как вы сказали, Луна может быть с нами и может быть высоко. Это даже относительно творений, можно сказать, что это возможно. «Палишти ма аль-вулюл». Лишь можно сказать, «Мазиль на насир валь-камар ума'ана». Мы шли по дороге, а Луна постоянно была с нами. «Уалайю ад бузаликат анахудан». И никто не скажет, что это противоречие. Никто не скажет, как это Луна с вами, а она высоко. Скажем, о чем здесь противоречие. Луна, вместе с тем, что она высоко, она была с нами. То есть, все время, как мы шли, она была с нами. Так или нет? Говорит, «Валайюфа аммину ахад аннал камар на залахил арб». И ни один, говорит, нормальный человек из этого выражения не понимает, что Луна спустилась к нам на землю. И шла с нами, катилась по дороге. «Файдакана аадамумкин анфихаттель махлюк». А раз это возможно даже относительно творений. «Файфаттель халик, аль мухиббикум лишей». То относительно Творца, который объемли всякую вещь. «Маа улюви и субхануу миндабил аула». Вместе с его возвышенности приславил он. Тем более, говорит, «Вазалик али амна ха-кикат ал-ма'ия». «Ла таскальзи малишти маа фил макан». А это потому, что истинная сущность совместности не несет за собой обязательность нахождения в одном месте. «Ваилагадан ваач ашара шейхунислам и ютаймия». И на этот второй довод также указал шейхунислам и ютаймия свои альфаттлы аль-хамавия. Хай сутан, когда он сказал, «Вазалик амна калимат наа фил люга». Это потому, что слово «вместе» в арабском языке. «Иза утликат фалейса злахира фил люга илля лмукарана аль мутлака». Если приходит это слово «вместе», то его прямой смысл в арабском языке указывает только на простое сопоставление, на простою совместность, на простое сопоставление. «Менгари вуджуб мумасса». Без обязательности мумасса. Соприкосновение одного предмета со вторым предметом. «Ау мухаза ан-ямин ау шималь». Или то, что один предмет справа или слева. Это необязательно. Говорит, «Файда кайятта бима'на миналь ма'ани, дальнат аля лмукарана физалик аль ма'на». А если ты уже это слово «вместе» припишешь какому-то другому понятию, то оно уже меняет свой смысл в зависимости от того, чему оно припишено. «Файну и каль», потому что мы можем сказать, «Мазиль на насир валь камеру ма'на». Мы шли все это время, и все это время луна была с нами. «Ау ван-наджму ма'ана». Или «Эта звезда была с нами». «Ваюкаль». А также можно сказать, «Хазаль мата ма'и». «Эти вещи вместе со мной». «Лиму джама атихи лака». Потому что они вместе с тобой. «Ва инкана фаукарасик». Даже если они над головой. То есть они не справа от тебя, не слева, они над головой. Но вместе с этим ты говоришь эти вещи со мной. Или как мы говорили, «Моя жена со мной». То есть она не разведена. Вместе с тем, что может быть я на западе, а она на востоке. Так или нет. Говорит «Фаллаху ма'аханки я хакикатан, уху фалка арши я хакикатан». Поэтому Всевышний Аллах вместе со своими творениями в действительности. И при этом он над троном в действительности. То есть своим знанием, своим видением вместе с творениями в действительности. «Ва садака рахима у Аллаху та'аля». Говорит и правду, сказал шейху лислам, да помилуйте его Аллах. «Поиннаманкана али манбика». Потому что тот, который знает о тебе. «Мутталиан алик». Видит тебя. «Мухайминан алик». Наблюдает за тобой. «Ясма ваматакуль». Слышит то, что ты говоришь. «Ва яра ма тафаль». И видит то, что ты делаешь. «Вуудадбер джами у Мурик». И управляет всеми твоими делами. «Хау ма'аханки я хакикатан». Он вместе с тобой в действительности. «Ва инкана фау каарши я хакикатан». Даже если он над троном в действительности. Потому что совместность не несет за собой обязательность нахождения в одном месте двух предметов. А вот остались третий довод. «Анна у лауфуриза им тина альшима аль ма'и и аль улю фи хактил махлюх. Лам яльзам аль яку назаликам умтаньян фи хактил халик». То, что даже если мы представим, что невозможно объединение двух понятий совместность и возвышенность среди творений, то это еще не говорит, что это невозможно относительно Творца. Даже, говорит, если бы мы сказали что не может быть что творение и вместе со мной и при этом оно высоко от меня, это еще не означает, что это невозможно относительно Творца. Так или нет? Потому что не все, что невозможно относительно Творения является невозможным относительно Творца. Говорит, «Аль лави джема али ма всеги бейна гума». Тем более, что этот Творец, то есть Всевышний Аллах, собрал между этими двумя понятиями в Куране. «Лянна у лауфуриза им тина у ши». Потому что Всевышний Аллах не подобно ему ничто «Мин махлюкати» из его творений «Кама каля-пааля ка сказал Всевышний Аллах «Лейся кемес наише и вау са мюн басыр» «Нет ничего подобного ему и он слышащий, видящий». И опять на этот третий доклад тоже указали слова Шейха Исляма ибн Тайми, которые произнес «Макил Аль-Васатия». Когда он сказал «И то, что упомянуто в Куране и в Сунни из того, что Всевышний Аллах близко и вместе с нами не противоречит тому, что упомянуто в Куране и в Сунни то, что Всевышний Аллах возвышен над рабами». Он близкий вместе с тем, что он возвышен и он возвышен вместе с тем, что он близок. То есть Шейх Ибн Усаймин привел три довода на то, что возвышенность Всевышнего Аллаха не противоречит его совместно со с нами. Какие три довода? Первое, то, что Всевышний Аллах собрал между этими двумя вещами в Куране. То, что собрал Всевышний Аллах в Куране не противоречит одно другому. Во-вторых, то, что такое возможно даже относительно творений. И тем более это возможно относительно творца. И в-третьих, что даже если бы это было невозможно относительно творений, то это еще не говорит, что это невозможно относительно творца. Вот это вот три довода и Шейх Ибн Усаймин на все три довода также что указал, что на них указал кто? Шейх Ибн Усаймин и Усаймин в различных своих книгах. А конкретно, Но если ты поразмышляешь, то оказывается, что одно не противоречит другому. Если же тебе это не станет ясно, то есть из-за малочисленности твоего знания, то следуй по дороге твердо утвердившихся знаниях, которые говорят, Мы во все это уверовали, все это от нашего Господа. Отдай это дело тому, кто его не спасал, то есть если ты не понимаешь, он это знает, и знает то, что недостаток в твоих знаниях, или в твоем понимании, а что касается Кур'ана, то в нем нет никаких противоречий. Это первый довод. Почему одно не противоречит другому? Потому что в Куране нет никаких противоречий. Это первый довод. И на этот первый довод указывают слова Шейха Ислама Ибн Тайми и так же. То есть в тех словах, которые мы приводили выше. Как он сказал, как собрал между этими двумя понятиями Сам Всевышний Аллах. А также, как сказал Ибн Алкайм, как это приходит в книге Мухтасар Саваак Аль Мурсаля, который собрал Ибн Алмурсаля. Говорит Ибн Алкайм, когда приводит девятый пример, Относительно того, относительно чего люди сказали, что это Маджаз. Нужно понимать не в прямом смысле. Говорит Ибн Алкайм, Сообщил Всевышний Аллах, что он своими творениями, вместе с тем, что он над троном. И он объединил эти две вещи. Ибн Алкайм, как сказал Всевышний Аллах, Затем упомянул аят из суры Аль Хадид. То есть Ибн Алкайм сейчас какой вопрос разбирает? Он разбирает вопрос, что Маджаз это недействительно в Куране и в Сунне. Его нет. То есть понимание не в прямом смысле аятов в Куране является неправильным. Потом приводят примеры. Некоторые аяты, относительно которых некоторые нововведенцы сказали, что их нужно понимать не в прямом смысле. И приводят вот этот тоже пример. Что некоторые сказали, что раз Всевышний объединил между тем, что он над троном, и между тем, что он с творениями, значит нужно понимать одно из двух, не в прямом, а в переносном смысле. Ибн Алкайм говорит, нет, все мы понимаем в прямом смысле. Но суть в том, что является прямым смыслом. Говорит Суммакал, потом сказал Шейху Исламу Аль Хадид. Сообщился Вишний Аллах, что он сотворил небеса и землю. И то, что он вознесся на трон. И то, что он вместе с творениями, я юбусыру амалагум видит их дела, мин фок арши, вместе с тем, что он над троном. Как это пришло в хадисе, вот этом Аляху Аль. И Всевышний Аллан над троном видит то, что вы делаете. Его возвышенность не противоречит его совместности. А его совместность не делает ложным его возвышенность. Но и это является истиной. Это первый довод. Он понятен или нет? В чем заключается то, что Всевышний Аллах собрал между этими двумя аятами, между этими двумя понятиями в Куране. И если бы одно противоречило второму, то это было бы что неправильно. Аль-Ваджу Сани, второй довод. Анна хақыкат ма'нал ма'ия ла юнақыд аль-вулю. То, что истинная сущность понятия совместность никак не противоречит понятию возвышенности. Помните, как мы говорили, мы идем, а Луна с нами. Луна высоко или нет? Высоко. Но вместе с этим она с нами. То есть совместность Луны с нами не противоречит тому, что она высоко. Говорит, собрать между этими двумя понятиями можно даже относительно творений. Как вы сказали, Луна может быть с нами и может быть высоко. Это даже относительно творений можно сказать, что это возможно. Можно сказать, мы шли по дороге, а Луна постоянно была с нами. И никто не скажет, что это противоречит. Никто не скажет, как это Луна с вами, и она высоко. Скажем, а в чем здесь противоречит? Луна, вместе с тем, что она высоко, она была с нами. То есть все время, как мы шли, она была с нами. Так или нет? Говорит, и ни один, говорит, нормальный человек из этого выражения не понимает, что Луна спустилась к нам на землю, и шла с нами, катилась по дороге. А раз это возможно даже относительно творений, то относительно Творца, который объемлю всякую вещь, вместе с его возвышенности, прислали он. Тем более, говорит, а это потому, что истинная сущность совместности не несет за собой обязательность нахождения в одном месте. И на этот второй довод также указал Шейху Насламу Натаймия свои аль-фатвы аль-хамавия. Хай-сутан, когда он сказал Это потому, что слово вместе в арабском языке Если приходит это слово вместе, то его прямой смысл в арабском языке указывает только на простое сопоставление, на простую совместность, на простое сопоставление. Без обязательности соприкосновение одного предмета со вторым предметом. Или то, что один предмет справа или слева. Это не обязательно. Говорит, А если ты уже это слово вместе припишешь какому-то другому понятию, то оно уже меняет свой смысл в зависимости от того, чему оно приписано. Потому что мы можем сказать Мы шли все это время, и все это время луна была с нами. Или эта звезда была с нами. А также можно сказать Эти вещи вместе со мной. Потому что они вместе с тобой даже если они над головой. То есть они ни справа от тебя, ни слева, они над головой. Но вместе с этим ты говоришь эти вещи со мной. Или как мы говорили, моя жена со мной. То есть она не разведена. Вместе с тем, что может быть я на западе, а она на востоке. Так или нет? Говорит, Поэтому Всевышний Аллах вместе со своими творениями в действительности, и при этом он над троном в действительности. То есть своим знанием, своим видением вместе с творениями в действительности. Говорите правду, сказал шейху-ли-ислам, да помилуйте его Аллах. Потому что тот, который знает о тебе, видит тебя, наблюдает за тобой, слышит то, что ты говоришь, и видит то, что ты делаешь, и управляет всеми твоими делами, он вместе с тобой в действительности. Даже если он над троном в действительности, потому что совместность не несет за собой обязательность нахождения в одном месте двух предметов. А вот остались третий довод. То, что даже если мы представим, что невозможно объединение двух понятий, совместность и возвышенность среди творений, то это еще не говорит, что это невозможно относительно Творца. Даже, говорит, если бы мы сказали, что не может быть, что творение и вместе со мной, и при этом оно высоко от меня, это еще не означает, что это невозможно относительно Творца. Да, так или нет? Потому что не все, что невозможно относительно Творений, является невозможным относительно Творца. Говорит. Тем более, что этот Творец, то есть Всевышний Аллах, собрал между этими двумя понятиями в Куране. И опять, на этот третий довод тоже указали слова Шейху Ислама Ибн Утами, которые произнес Ракид Аль-Васатия. Когда он сказал, не противоречит тому, что упомянуто в Куране и в Сунне, то, что Всевышний Аллах возвышен над рабами. Он близкий вместе с тем, что он возвышен, и он возвышен вместе с тем, что он близок. То есть, Шейх Ибн Усаймин привел три довода на то, что возвышенность Всевышнего Аллаха не противоречит его совместно с нами. Какие три довода? Первое, то, что Всевышний Аллах собрал между этими двумя вещами в Куране. А то, что собрал Всевышний Аллах в Куране, не противоречит одно другому. Во-вторых, то, что такое возможно даже относительно творений. И тем более, это возможно относительно Творца. И в-третьих, что даже если бы это было невозможно относительно творений, то это еще не говорит, что это невозможно относительно Творца. Вот это вот три довода, и Шейх Ибн Усаймин на все три довода также указал, что на них указал кто? Шейх Ибн Усаймин Усаймин в различных своих книгах. А конкретно, что? Тем более, что этот Творец, то есть Всевышний Аллах собрал между этими двумя понятиями в Куране. Потому что Всевышний Аллах не подобно Ему ничто. Из Его творений, как сказал Всевышний Аллах, нет ничего подобного Ему, и Он слышащий, видящий. И опять на этот третий довод тоже указали слова Шейх Ибн Усаймин, которые произнес. Он сказал, когда он сказал, что упомянуто в Куране и в Сунне, из того, что Всевышний Аллах близко и вместе с нами, не противоречит тому, что упомянуто в Куране и в Сунне, то, что Всевышний Аллах возвышен над рабами. Ведь он, приславен Он, нет ничего подобного Ему, во всех его атрибутах. Он близкий, вместе с тем, что Он возвышен, и Он возвышен, вместе с тем, что Он близок. То есть, Шейх Ибн Усаймин привел три довода на то, что возвышенность Всевышнего Аллаха не противоречит его совместности с нами. Какие три довода? Первое, то, что Всевышний Аллах собрал между этими двумя вещами в Куране. А то, что собрал Всевышнего Аллах в Куране, не противоречит одно другому. Во-вторых, то, что такое возможно даже относительно творений, и тем более это возможно относительно Творца. И в-третьих, что даже если бы это было невозможно относительно творений, то это еще не говорит, что это невозможно относительно Творца. Вот это вот три довода, и Шейх Ибн Усаймин на все три довода так же, что указал, что на них указал кто? Шейх Ибн Усаймин Усаймин в различных своих книгах. А конкретно, что? Аль-Фатву Аль-Хамави, а также Аль-Акрида Аль-Васа-Ти. Субханакаллаху Ма Абхамди, Киша Баллаху Илах Иллаху Иллианта, Астахбираллаху Акруху Инли. Это невозможно относительно творений, то это еще не говорит, что это невозможно относительно Творца. Вот это вот три довода. И Шейх Ибн Усаймин на все три довода так же, что указал, что на них указал кто? Шейх Ибн Усаймин 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 в различных своих книгах. А конкретно, что? Аль-Фатву Аль-Хамави, а также Аль-Акрида Аль-Васа-Ти. Субтитры создавал DimaTorzok